Казавтожол заключил меморандум с одной из компаний о развитии инфраструктуры для электрокаров. Официальный представитель Казавтожол у нас в студии. Это Сакин Дельдахмет. Сакин, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Давайте начнем с того, какая инфраструктура вообще нужна для электромобилей. Какой мы сейчас располагаем? В первую очередь сейчас при строительстве, при ремонте республиканских дорог мы учитываем специальные места для строительства, в целом для установки электрозарядных устройств. Сейчас в современных наших санитарно-гигиенических узлах есть места для отдыха, есть санитарные узлы, есть и кафе, и рядом можно, в принципе, поставить. Мы сейчас предлагаем заинтересованным сторонам развивать в долгах республиканских дорог электрозарядные станции, потому что сейчас, как вы только что сказали, потребность электрокарам растет. Соответственно, мы хотим, чтобы не только наши республиканские дороги были безопасны и удобны, еще и экологичны, потому что вы сами знаете, что электрокары, они более экологичные машины. Сейчас порядка 40 электрозаправочных станций у нас имеются вдоль республиканских дорог. Они в основном установлены в заправочных станциях и в определенных местах. Сейчас мы определили 16 перспективных мест, это вдоль дорог Хараган до Балхаш, Балхаш-Бурл-Байтал, Бурл-Байтал-Курты, Талды-Курган-Науматы и дальше несколько проектов мы сейчас планируем. Конечно, мы все это предлагаем заинтересованным лицам, чтобы они развивали, в принципе, сеть заправочных станций, потому что мы видим, что сейчас ежегодно в мире становится тенденцией большой спрос на электрокаров. Сейчас можно спокойно увидеть в городах сотни. И вот для путешествия именно водителей, кто водит электрокар, мне кажется, нужно создавать такие условия. С одной стороны, это, в принципе, сегодня очень хорошо развивается. А бизнесу это выгодно? Бизнесу, конечно, если не было выгодно, они сейчас не открывали. То, что есть, с каждым годом, если будет расти спрос, конечно, бизнес будет это строить, строить свою сеть линии, определенными тарифами, определенными ценами. В любом случае, малому и среднему бизнесу это будет очень выгодно, потому что есть спрос на электрокару, соответственно, нужны зарядные места. Ну и всего 40 сейчас. Складывается впечатление, что как раз-таки не выгодно. Нет, вдоль дорог Республикан-Старо пока у нас 40, но в основном электрокары, они-то 95-99% в городе же находятся, а за город, там между областями практически очень редко выезжают. Но, несмотря на это, мы развиваем, есть гибридные автомобили, которые и на бензине, и на электричестве ездят. Есть определенное расстояние, например, если мы возьмем со стороны до Павлодара, там около 500 километров, можно в середине 200 километров поставить одну станцию, там несколько точек, да. Соответственно, там, если считать средней, там, зарядка электрокар хватает на 4-5 часов, в принципе, они могут спокойно ехать с Алматы до Астаны, при условии, если будут соответствующие электростанции. Ну, а вот бизнес вы как сейчас мотивируете? Сколько стоит поставить за одно такое зарядное устройство? Что для этого нужно? Насчет цены я не знаю, потому что каждый бизнес ставит разные электрозаправочные станции. Мы мотивируем тем, в первую очередь, мы вдоль дорог, при строительстве, при реконструкции автодорог создаем условия, места для парковки, для санитарных генетических узлов, где останавливаются многие туристы, где выгодно, да, да. И между, есть места, например, при проектировании мы оставляем места для заправочных станций. Они, соответственно, строят большой комплекс. И, соответственно, и бизнес в этом плане интересный. И они могут, кроме электрозаправочных станций, развивать другие виды услуг. Сегодня мы создаем, в первую очередь, конечно, это электричество. Мы сейчас обеспечиваем инфраструктуру, это электричество, это при необходимости другие, например, интернет вдоль дорог. Это самое необходимое. Мы сейчас видим, что количество таких машин растет в геометрической прогрессии. Сколько вообще нужно таких станций, учитывая то количество машин, которое уже есть и которое каждый год добавляется? Ну, мы сейчас конкретную статистику не скажем, потому что определенной статистики нет, сколько машин у нас путешествует между городами, через республиканские дороги. Все в основном находятся в городах. Но сейчас, мне кажется, в первую очередь нужно начинать именно снабжать, строить именно электрозаправочные станции в городах, в паркингах, если будут расти. А мы параллельно уже республиканские дороги тоже обеспечиваем. А при проектировании нужно учитывать такие? При проектировании, конечно, тут в целом учитываются специальные места, как я говорил, санитарные генетические услуги, либо заправочные станции, комплексы, и они прежде внутрь сидят. То есть, в принципе, такое зарядное устройство можно поставить... Везде, в любом месте, главное, чтобы было электричество. А электричества везде есть достаточно? Электричество, да. При необходимости сейчас учитывается первым эта мощность. В некоторых местах можно даже поставить усилители. Ну, конечно, вот эти все факторы бизнес смотрит, как выгодна, какая интенсивность данной дороги, например. Если там проезжает больше КАМАЗ, грузовых автомобилей, конечно, это им не выгодно. Например, исторические места, вот Балхаш, они могут спокойно там развивать данную сеть. Кстати, в Балхашах тоже есть несколько электрозаправших станций, в которых люди с Астаны и Салматы выезжают на своих электрокарах, и, в принципе, спокойно, не думая об этом, они путешествуют. Я почему спрашиваю? Потому что, понятно, все зависит от маржи. Если это бизнесу выгодно, если не совсем, то и тариф, скорее всего, будет достаточно высокий. Это уже вопрос к бизнесу. Хорошо, спасибо большое. Напомню, у нас в студии был представитель Казахтажова Сакин Дельдахмет.